Итак, пятый месяц. Закончился. Ни мыслей, ни желаний, ничего о том, чтобы вернуться к курению нет. Появилось много нового интересного. В конце четвертого месяца скаканул вес, но в течение этого пятого месяца удалось вернуть на место, где-то сбросив в общей сложности 8-9 килограмм. Особо не напрягаюсь, всего лишь навсего на правильном питании, без особых диет, так сказать. По самочувствию все нормально, болеть стало намного легче, то есть респираторные заболевания проходят намного быстрее, намного легче. Тот же самый танзелит был, который прошел вообще практически незаметный. Я ходил на работу и просто его не ощущал. Раньше, ну, такого плана заболевания было бы критичным. Я бы лежал два-три дня, вообще не вставая. Совершенно свободно чувствуешь себя в компании, выпивая пиво. Абсолютно не хочется курить. Даже таких мыслей не возникает на природе, на пикнике. Казалось бы, раньше как так можно проводить время, но тем не менее можно. Можно выпить пиво, можно выпить даже безокругольное пиво. Можно вообще даже не пить пиво, а поесть шашлычка, помидорок и всего остального, что в корне позволит сделать вашу жизнь намного интереснее и ярче. Поэтому не усугубляйте спиртным, не злоупотребляйте сигаретами, а лучше полностью отказаться от табакокурения. Потому что зависимость, которая вырабатывается с годами, становится такой тяжелой, что не так уж просто от нее избавиться от последствий. Всегда есть возможность пересмотреть свои мнения, исправить ошибки молодости, которые вы совершаете необдуманно, начиная курить и потом привыкая к этим ужасным процессам, и не можете остановиться. Так что как-то так. Задумайтесь в первую очередь для себя. А стоила ли игра свеч? Нужно ли вам тратить там две тысячи рублей в месяц на сигареты или больше, чтобы не курить какие-то дешевые марки? Стоило ли гробить свое здоровье ради того, чтобы потом пытаться его восстановить? И стоило ли начинать портить своим дымом жизнь окружающим, портить отношения с окружающими, чтобы потом пытаться их наладить? Как-то так. В общем, что хочу сказать. Если вы еще не надумали, то пора бросать курить. Вот. Потому что это здорово на самом-то деле. Вот. Был еще такой небольшой момент, когда пришлось ехать на автобусе. Люди без остановок ехали. И в течение пяти-шести часов сидели, ждали, когда же водитель остановит, чтобы им выйти, покурить. Мне же было смешно на это смотреть. Хотя и жалко с другой стороны их. Вот. Детишек жалко которых тоже нужно было вывести, чтобы они немного хотя бы побегали. Вот. Но, тем не менее, это еще один плюс в копилку. Можно много чего говорить, но, в принципе, я думаю, что еще один месяц, то есть, ну, полгода, и будем заканчивать с этим видео. Потом, наверное, видеоотчет будет в течение года, в течение, там, двух лет, полтора года. Вот. Потому что каждый месяц просто уже, в принципе, ходишь и радуешься, не нарадуешься. Все как бы одно и то же, но оно начинает все восприниматься как бы заново. Как будто бы все по-новому. И это прекрасно. В общем, всем, кто надумал бросить курить, вперед, дерзайте. У вас все получится обязательно. Главное, это желание. Всем, кто еще курит, ну, что же. Дожить вам до тех времен, когда вы захотите. И чем быстрее это время начнется, тем лучше. Для вас, для ваших холстников. Вообще, для всех. Всем пока.